Такое перебрасывание мяча напоминает боулинг. И это не просто способ проведения досуга. В основном развлечения применяют в качестве и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь развиваются внимание, моторика, точность, работает мозг. А еще ботче сплачивает людей. Эта спортивная игра зародилась в Италии 35 лет назад, но уже набрала массовость и захватила все страны мира. В Алтайском крае такую форму реабилитации начали продвигать общественники бийской организации «Дети-ангелы». Мы вообще в крае первые, кто организовал эту игру в 2014 году. Наши детки неоднократно с 2014 года выступают и на краевых соревнованиях, и на городских, являются призерами соревнований. Первые места и вторые. В основном призовых мест. Мы без медалей никогда не приезжали. В рамках декады инвалидов родители общественной организации вместе со своими детьми посетили бабушек и дедушек, находящихся в доме престарелых. Они рассказали им о ботче и показали, как в нее играть. Ну а дальше начались мини-соревнования, в которые включиться мог любой желающий. Суть игры – мечи двух цветов. Красный и синий. По шесть мечей. И есть один биток белый, он выбивается первый. И вот к этому мячу как можно ближе надо построить свои мячи своего цвета. Если играет команда, то в зависимости, сколько человек, например, шесть мячей, два человека по три мяча, три человека по два мяча, но есть и по шесть, чтобы задействовать как можно больше людей, у каждого есть бросок. Но команда должна договариваться, кто кидает этот мяч, в зависимости, с какого ракурса лучше позицию занять. И побеждает та команда или один человек, который выбрасывает шесть мячей, у кого вокруг белого мяча образуется кольцо из своих мячей. Эта игра оказалась очень интересной, и она буквальным образом захватила всех присутствующих. Свои силы попробовали даже представители прессы. И проиграли. Понравилась очень хорошая игра. Мне очень нравится. Так мячи бросают. Кто быстрее бросит. Вот это мне понравилось. Очень понравилось. Самый азарт игры. Когда команда соревнований против другой команды, вот эта победа, она захватывается. Такие дружеские встречи очень полезны. Кстати, поиграть в ботчи могут все желающие. Соревнования проходят в спортивном комплексе «Заря». И это отличный повод прийти и лишний раз оказать внимание людям с ограниченными возможностями здоровья. А главное – показать, что они ничем не отличаются от нас. Просто другие. Алена Кисеева, Андрей Сегаев. Будни.